На городском телеканале проект преодоление. Это история людей, которые не сломились под ударами судьбы, не прогнулись, а преодолевая продолжает свое движение вперед. Елена Савельева – человек в Ярославле, особенно в спортивной его составляющей довольно известный. Мастер спорта по пауэрлифтингу, неоднократный призер всевозможных российских соревнований среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. В 13 лет после травмы жизнь Лены кардинально изменилась. Так получилось. В детском возрасте получила травму спинного мозга. До этого проблем со здоровьем не было, но так жизнь сложилась. Мне кажется, как раз в таком возрасте это меньше осознаешь. Может быть, даже более возрастным сложнее все это пережить, потому что больше теряют, больше понимают, что случилось. А тут как-то ребенок еще не понимал, что случилось, и все это казалось ненадолго. Сейчас месяц, два, полгода все это пройдет, и я буду ходить. А потом уже очнулась, уже пришло лет пять, и, в общем-то, я поняла, что инвалидная коляска – это на всю жизнь. Да, когда-то было очень тяжело вначале, это была, ну, очень тяжело, как-то такая травма для нас, потому что Лена очень-очень давно на коляске. А сейчас мы даже и не замечаем, что она. И поэтому я даже говорю, Лена, иди сюда, Лена, иди сюда. Она говорит, как я пойду? Ну, мы как-то так же живем, так же. Мы ездим, очень любим путешествовать, очень любим по городу гулять. Мы очень спортивные, любим лес так же. Наверное, Лена научила нас жить так, потому что у нее такая была сила воли, что она хотела этого и, наверное, заставила нас это делать. То есть она меня сразу сказала, мама, тебе нужно идти на работу. Было очень тяжело. И так была фраза, она мне тогда сказала, мама, пока ты будешь плакать, я никогда не поправлюсь. Елена закончила школу на дне пятерки и встал вопрос, что же дальше. Семья посовещалась и решила, что стоит перебираться в Ярославль, чтобы Лена могла продолжить учебу в ВУЗе. А еще она очень надеялась, что именно в нашем городе ей, наконец-то, удастся заняться спортом профессионально. Всегда хотела заняться спортом, но пока мы жили на Севере, такой возможности не было. Просто физически не было. Да и, честно говоря, это очень давно было. В те времена понятия адаптивный спорт просто не существовало. Не было интернета, не было такой доступности информации. Очень долго билась, стучалась, вырастали во все двери. Говорила, давайте я займусь спортом серьезно, не тренировком, а именно профессиональным спортом. Я готова к любым предложениям, не обязательно пауэрлифтинг, я тогда говорила, ну, как-то, может, легкая атлетика это будет, может, теннис. Я была готова ко всему, но мне никто ничего не предлагал. Я расставлю спорт, он был не развит тогда. Сейчас-то я не скажу, что сильно развит, но тогда было еще хуже. И в ее жизни появились первые тренеры. Мой первый тренер Солоненко, Оксана Александровна, мы с ней работали. Сейчас я занимаюсь с любимым Николаем. Первые годы занятия результаты были весьма скромные. Сказывалось волнение на соревнованиях. Справиться с этим новым чувством для нее было довольно непросто. Она боец, по-другому сказать нельзя. То есть человек, который старается все больше и больше преодолеть, показатели свои повысить во всех сферах. Она борется, старается. Зная, как она пыталась попасть в спорт, когда в 2011 году у нас для лиц УВЗ было практически ничего в Ярославле, не адаптированное и так далее. Сколько это было, сколько порогов Лена с матерью обило. И вот, слава богу, что вот она пришла, вот реально спасибо за то, что они с матерью пришли к нам в зал. Похвала часто на чемпионатах России, на кубках России, особенно если она преодолевает психологический барьер с точки зрения силовых показателей. Либо усталость преодолевает, либо побьет конкурента, с которым прямой конкурент ее был в этапе соревнований, в ходе соревнований. Опередит его. То есть тогда, естественно, хвалю, как не похвалить. Лена никогда не хотела заниматься контактным видом спорта. Она вообще человек такой, ну, не могу сказать, что в себе, но если она ставит цель перед собой, она ее исполняет. И она вот, я замечала, она искала такой вид спорта, чтобы она боролась сама с собой. Сегодня, спустя 9 лет упорных тренировок, хрупкая девушка жмет 70 килограммов и более, хотя выступает в весовой категории всего-то 45 килограммов. По пауэрлифтингу я мастер спорта, неоднократный призер чемпионатов России, кубков России. Параллельно занимаюсь легкой атлетикой, всеми видами метаний. Там тоже неплохие результаты у меня. Пять дней в неделю она на тренировках, занимается честно с максимальной отдачей. Цель всегда есть. Сначала, конечно, была целью выполнить мастера спорта. Я его выполняла очень давно, но долго выполняла, с 15-го года. По бюрократическим причинам мне его 3 года не присваивали. Просто не хватало документов, не было федерации в области. Потом этот результат сгорал, я по-новому выполняла. Опять результат сгорал, и это вот тянулась история вся 3 года. С 2018-го меня официально присвоили. Цель, конечно, теперь личностный рост. То есть я уже выполнила свой максимум, мастер спорта. И хочется просто расти как спортсмен, больше жать, больше поднимать веса, которые совершенствуются для себя. А в легкой атлетике там у меня поле непаханное. Там очень много сил еще впереди. За все интервью Елена ни разу не пожаловалась, не посетовала на тяжелую судьбу. За годы, проведенные в коляске, она поняла точно, жить можно и нужно только так, как хочется. Хотела бы ходить, хотела, но надо же реально смотреть на вещи. Я понимаю, что этого не будет. Надо жить на коляске, надо реабилитироваться. Как-то адаптироваться в свою жизнь под это. Я считаю, надо начать с желания. Пока люди сидят в четырех стенах и никуда не выходят, ничего для них не изменится. Конечно, у нас отвратительная безбарьерная среда. Это очень тяжело, у нас плохо общественный транспорт, дороги. Одно дело в том, что доступные среды нет. Другое дело в том, что они просто разбиты. Там даже по ровному, по асфальту невозможно проехать. Если я говорю про колясочников именно. Но надо все равно выходить, надо как-то реабилитироваться, заниматься собой, и развиваться в каком-то направлении, в каком тебе интересном. В доме Савельевых принято рано наряжать новогоднюю елку, чтобы не только атмосферой праздника проникнуться, но и успеть сказать и пожелать все самое важное. Я всегда желаю не сидеть в четырех стенах, выходить на улицу, выходить, жить полной жизнью. Потому что коляска – это не приговор. Можно жить такой же жизнью. Я смотрю, многие люди здоровые, живут гораздо более ущербной жизнью. Они сидят дома в тех же четырех стенах и ничего не делают. И я не считаю, что коляска может стать причиной затворничества. И она каждый день на своем примере доказывает собственную правоту. Для Елены Савельевой спорт и большое желание победить в первую очередь себя стали теми жизненными маяками, которые ведут ее к некогда поставленной цели. Это проект «Преодоление». Если среди ваших знакомых или близких есть подобные примеры, то пишите нам, и мы расскажем их истории. Клиника Александра Тихова. Лазерная коррекция зрения. Более 20 лет успешной работы. Тысячи прозревших пациентов. Клиника Тихова. Качество, проверенное временем. Телефон в Ярославле 24400. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова